Добрый день, друзья! Меня зовут Александра, и сегодня я познакомлю вас с рекламой и объявлениями. Финансово-экономический институт Тюмгу проводит четвертый региональный кейс-турнир среди студентов экономических специальностей и направлений. Каждый вуз может выставить до двух команд из четырех-шести человек. Конкурсантам предоставляется компьютерная техника, доступ к интернет-ресурсам. Часть материалов кейса будет разослана участникам за несколько дней до конкурса. Победители получат сертификаты и ценные призы. Начало кейс-турнира 27 февраля в 10 часов по адресу улица Ленина, 16. Заявки на участие необходимо отправить до 10 февраля по электронному адресу, который вы видите на экране. Дополнительная информация по телефону 8-919-940-89-31. Тюменский госуниверситет приглашает тебя на День открытых дверей. Мы выбираем Тюменский государственный университет! 1 марта, 12 часов. Тюменская филармония. В Тюменском госуниверситете иностранные граждане могут сдать комплексный экзамен по русскому языку, истории России и основам законодательства РФ. Для заключения договора и оформления необходимых документов нужно обратиться по адресу город Тюмень, улица Тимофея Черкова, 8-Б. Ольга – студентка естественно-научного факультета филиала Тюмгу в Тобольске. Она хочет стать экологом-природопользователем. А дальнейшую карьеру Ольга связывает с нефтехимией и топливной энергетикой Западной Сибири. Тюменский государственный университет – университет будущего. Информационно-библиотечный центр Тюмгу приглашает всех желающих на выставку изданий победителей и номинантов регионального конкурса «Книга года-2014». Вас ждут по адресу улицы Симакова, 18, 2-й этаж. Выставка продлится до 20 февраля. Знания я получаю 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, в удобное время, везде, где есть интернет. Уважаемые господа студенты, рады приветствовать вас на нашем вебинаре. Выбери нужное направление подготовки в Институте дистанционного образования Тюменского госуниверситета. Подробнее на сайте и по телефону 8 800 700 05 53. Тюменский государственный университет ждет в гости будущих студентов. 13 февраля старшеклассников встречают в Институте физической культуры по адресу улица Пржевальского, 37, Актовый зал. Начало в 12 часов. График дней открытых дверей для остальных институтов есть на официальном сайте Тюмгу. Вероника учится на социально-гуманитарном факультете филиала Тюмгу в Тобольске. Она связывает будущую карьеру с развитием паралимпийского движения, даже разработала методику оздоровительного массажа для детей. Тюменский государственный университет – университет будущего. Начался региональный этап всероссийского конкурса молодежных авторских проектов «Моя страна, моя Россия». В рамках конкурса «Молодым людям в возрасте от 14 до 25 лет» предлагается подготовить проект, содержащий предложения по решению экономических, хозяйственных, экологических, производственных, социальных и культурных задач. Работа принимается региональным оргкомитетом конкурса до 6 марта на электронный адрес, который вы видите на экране. Более подробная информация о конкурсе на портале Тюменской областной думы и с сайте конкурса «Моя страна.ру». Андрей учится по специальности «История и общество знания» в Тюмгу, Тобольске. Уже сейчас он является не только автором ряда социально значимых проектов, но и председателем городского молодежного парламента. Тюменский государственный университет – университет будущего. Для проведения благотворительного праздника «Марафон радости» требуются волонтеры, выступающие в оригинальном жанре – хореографии, вокале. Приветствуются ребята с мастер-классами. Праздник состоится 7 февраля в торговом центре «Панама». Организован с целью сбора средств для малоимущих и многодетных семей, детей, оставшихся без попечения родителей. По всем вопросам обращаться по телефону 8 961 205 14 77. Заказать рекламу и подать объявление вы можете по телефону 54 20 12. В завершении сегодняшнего блока рекламы и объявлений хочу привести высказывания американского президента Авраама Линкольна. Можно все время дурачить некоторых. Можно некоторое время дурачить всех. Но нельзя все время дурачить всех. Всего вам самого доброго! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!